Глава шестнадцатая из книги пророка Исаии Посылайте агнцев владетелю земли из селы в пустыне на гору дочери Сиона. Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов арнонских. Составь совет, постанови решение, осени нас среди полудня, как ночью, тенью Твоею укрой изгнанных, не выдай скитающихся. Пусть поживут у Тебя мои изгнанные муавитяне, будь им покровом от грабителя, ибо притеснителя не станет, Грабеж прекратится, попирающие исчезнут с земли, и утвердится престол милостью, И воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренно речь его. Поэтому возрыдает Моав о Моаве, все будут рыдать. Стинайте о твердынях Кирхарешета, они совершенно разрушены. Поля Есивонские оскудели, так же и виноградник Севамский. Властители народов истребили лучшие лозы его, которые достигали до Иозера, растелались по пустыне. Побеги их расширялись, переходили за море. Посему и я буду плакать о лозе Севамской, плачем Иозера. Буду обливать тебя слезами моими, Есивон и Елеала. Ибо во время собирания винограда твоего и во время жатвы твоей нет боли и шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, и в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградарь не топчет винограда в точилах. Я прекратил ликование. Оттого внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце мое о кирха решете. Хотя явится Моав и будет до утомления подвязаться на высотах, и придет к святилищу своему помолиться, но ничто не поможет. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. Ныне же так говорит Господь. Через три года, считая годами наемничьими, величие Моава будет унижено совсем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный. Продолжение следует...